Строительство нового здания пенсионного фонда растянулось на долгие годы. В 2010-м административный корпус был готов на 90%, но до сих пор не введен в эксплуатацию. Изведение здания прекратилось из-за преступных действий бывшей управляющей региональным отделением пенсионного фонда Елены Блековой. Она осуждена за мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями. С мая 2007 года по ноябрь 2008 Елена Блеклова совершила хищение более 5 миллионов рублей, предназначавшихся на строительство административного здания. Такую сумму Блеклова оценила содействие подрядчику при сдаче объекта в эксплуатацию. Следствие по делу длилось без малого почти два года. Несколько месяцев из указанного следствия обвиняемая, осужденная уже в настоящий момент, она болела. Даже в связи с этим, вот так затягивалось, кроме того, еще были трудности с ознакомлением материалами уголовного дела после окончания следствия, потому что получалось так, что начинали ознакомиться с материалами дела, это прерывалось все болезнью, затем все заново начиналось. Длительное время заняла судебная тяжба с подрядной организацией. Решением арбитражного суда контракт был расторгнут. На время всех неурядиц работы были заморожены. Однако здание находилось под охраной и отапливалось в холодное время года. Здесь уже проложены коммуникации, смонтировано оборудование. Во многих помещениях выполнена отделка. Остался небольшой объем работ по электрике, внутренним сетям и благоустройству прилегающих зданий и территорий. Сколько потребуется средств в пенсионном фонде, пока сказать не готовы. Финансирование будет проведено из бюджета пенсионного фонда Российской Федерации. Сроки строительства у нас 14-й год. Ввод объекта, планируемый в эксплуатацию, декабрь 2014 года. До конца этого года должна быть утверждена смета. Внести корректировки пришлось в связи с изменениями нормативов противопожарной, электробезопасности и требованиями пенсионного фонда в организации и работе с посетителями. Здание будет полностью приспособлено для пожилых людей. Клиентская служба вся расположена на первом этаже, оборудована специальными помещениями, то есть санузлы для инвалидов, места ожиданий, клиентские службы, пандусы для того, чтобы сюда попасть на первый этаж. В общем, в принципе, все предусмотрено. Сотрудники пенсионного фонда с нетерпением ждут переезда в новое здание. Сейчас специалистам приходится ютиться в тесных, малоприспособленных для работы с клиентами в помещениях. В новом здании будут работать сотрудники областного отделения и управления пенсионного фонда в городских округах Иваново, Кохма и Ивановском муниципальном районе. Принять первых посетителей планируется весной 2015 года. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.